меня часто спрашивают где найти классного тренера по фигурному катанию который будет профессионал своего дела тренировки с которым будут приносить удовольствие а самое главное результат поэтому сейчас хочу вам рассказать про одного классного тренера марию мария тренер по фигурному катанию с большим бэкграундом она работает как со спортсменами так и что немаловажно с любителями готовит к сдаче любых разрядов а также категорий мария выставляет учеников на соревнования со своей постановкой и они занимают призовые места мария очень талантливый тренер и и приглашают на спортивные сборы в роли хореографа постановщика в описании под этим видео вы сможете найти ссылочку на ее телеграм-канал где вы сможете ознакомиться с ее построением тренировочного процесса также договориться о первой тренировке сегодня у нас 29 марта две недели до соревнований и сегодня утром я уже тренируюсь где-то два часа мою почти полную тренировку можете посмотреть телеграм-канале туда я выкладываю вообще свои тренировки ледовое о фп подкачку и так далее очень полезно ходить вас буду ждать всем привет мои хорошенькие хотела вас ввести в курс событий как я уже сказала до соревнований осталось около двух недель из соревнований будут 13 или 14 апреля пока что неизвестно точно во сколько они будут я впервые буду участвовать категории мастер я немного волнуюсь потому что когда я заканчивала прошлый сезон контента для мастера от слова у меня не было вообще то есть мне надо было добить двойной флип выучить двойной луз я бы тогда вообще даже не представила что я смогу его прыгать потому что мы вообще с зубцовыми не очень хорошо дружили также мне надо было усложнить многие вращения ну как видите на данный момент я над этим хорошо работала сказала алёна которая как идет на своем максимум да вообще мастер от реально очень сложная категория где мне предстоит соревноваться с профессионалами можно сказать с бывшими или нынешними но вроде в этот раз нынешних нет профессионалов это бывает не знаю зачем профессионалы идут в любительские соревнования но в этот раз я уже знаю что скорее всего будут некоторые люди которые занимались в детстве или буквально ушли из профспорта из-за травмы и пошли сразу в любительская но либо занимается более десяти лет ничего страшного да из всей категории самая молодая но конечно же всегда есть люди которые лучше тебя не нужно выйти показать свой максимум я буду довольна как вы поняли усилий я вложила очень много я безумно много трудилась при всех своих возможностях заниматься на льду один-два раза в неделю просто грандиозный большой влог о моей подготовке моем первом старте я не знаю как он пройдет переволнуюсь ли я или все будет нормально я смогу собраться все сделать как бы я бы не выступила я все равно залью этот влог потому что это опыт это урок какой-то я думаю этот влог многих замотивирует тоже ставить себе большие цели и достигать их идти вперед к ним я могла после прошлого сезона остаться и в золоте я не хочу стоять на месте и я себе поставил такую цель и я скоро ее достигну всем хай сегодня у нас 30 марта and today я забрала свою new figure skating dress я забрала новое платье для программы позже она настолько прекрасно она идеально на мне села я его уже примеряла загадка на интуицию куда-то какого она будет цвета зеленого фиолетового коричнево-бежевого или синего правильно ты сейчас узнаете и кстати своем телеграм-канале я уже выкладывала некоторые отрывки моей новой музыки поэтому если вы не подписаны на мой телеграм-канал вы упустили очень много поэтому у вас есть шанс не пропускать дальше интересное событие и интересный контент ссылочка в описании Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Занимаясь пару раз в неделю на льду, смогла дойти до уровня мастера Музыка – образ песчаной принцессы, которая борется с преградами и побеждает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok